Библейский портал экзегет.ру представляет Воскрешает сына богатой женщины, давшей ему приют. То предсказывает победу царя, а то исцеляет полководца из другой страны, из Дамаска. А как он обращается со своими учениками? Вокруг него все время какие-то сыновья пророческие. С самого начала, когда возносится Илья, там они тоже присутствуют. Вот пророчество тогда было профессией. Да, и призванием от Бога, и особым даром, но еще и профессией. То есть были придворные пророки, сегодня эти люди называются аналитики, или, допустим, гадатели, или как-нибудь еще. То есть те, кто говорит, дает советы, коучи, кстати, очень похожая профессия, то есть наставники такие, которые объясняют людям, как им лучше прожить свою жизнь. Тогда все это скорее называлось словом пророк. И были пророки такие особые, как Илья или Елисея, которые мы сейчас читаем, а были пророки, которые просто спокойно занимались своей профессией, и зарабатывали этим на жизни. Это не обязательно означает, что они ложные пророки, но просто у них вот какая-то такая своя ниша, очень скромная, может быть. И вот такие были с Елисеем. Сыновья пророческие однажды сказали Елисею, место, где мы живем вместе с тобой, стало тесным для нас. Не отправятся ли нам к Иордану, чтобы каждый приготовил по бревну, и там мы построим новое жилище. Он сказал, ступайте. То есть школа растет, расширяется. Один из них попросил, может быть, и ты пойдешь с нами? Он сказал, пойду. Ну, они отправились вместе с ним к Иордану и стали рубить деревья. И вот, когда один из них валил ствол, его железный топор упал в воду. Он закричал, о горе, господин мой, я ведь брал его взаймы. Топор тогда довольно дорогой инструмент. Потерять его, это не расплатиться потом. Человек Божий спросил, где он упал. Тот показал ему место. Елисей вытесил деревяшку, бросил ее в воду, и железо всплыло. Он сказал, так бери же. Тот протянул руку и взял. Помог простому человеку. Мелочей нет. Еще раз, для Елисея мелочей нет. Арамейский царь воевал тогда с Израилем. Когда на Совете он объявил своим слугам, что направит войско в такое-то и такое-то место, человек Божий посылал к царю израильскому гонца со словами «обходи это место стороной». Туда направились Арамеи. Такая разведка на расстоянии. Вот военный аналитик-консультант. А царь израильский отправлял гонца в то самое место и предупреждал его жителей. И так сберегал он себя ни раз и ни два. Разозлил это царя Арамейского. Он созвал своих слуг и велел им «объявите же мне, кто из наших на стороне царя израильского?» Один из слуг отвечал ему «не кто, господин мой царь, а есть в Израиле пророк Елисея?» Он пересказывает царю израильскому, что скажешь ты даже в спальне своей. Тот велел «ступайте, разузнайте, где он, чтобы мне послать за ним и его схватить». Ему сообщили здесь, в Дотаме. Он послал туда коней, колесницы и могучие войска. Она подступила к городу ночью, окружила его. Ранним утром прислужник Человека Божьего поднялся и вышел наружу. А город окружен войском с конями и колесницами. Сказал тогда отрок «беда, господин мой, что станем делать?» Тот ответил «не страшись тех, кто за нас больше, чем за них». Вот как же это? Тут войско подошло. А кто за нас-то? Жители города, что ли? Ну, они не особо-то и воины, и, кажется, их совсем немного. И помолился Елисей, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Господь открыл отрок у глаза, и он увидел, что холм вокруг Елисея полон огненными конями и колесницами. Вот огненные колесницы и огненные кони когда-то вознесли в небо пророка Илью, и с Елисеем они прямо вот как его свита, как какая-то его личная гвардия, которая его охраняет. Интересно, почему это описано так, когда вот именно возникает опасность, то посторонний человек, ну, отрок какой-то там, слуга, помощник, вдруг обретает такое мистическое зрение? Почему не в обычной жизни? Может, потому что именно в опасности человек склонен к какому-то прозрению, он склонен принять ту информацию, которую обычно не принимают. Когда приступили к нему Роме, Елисей помолился так. Порази этот народ слепотой, и ослепли они послову Елисея. Елисей сказал им, не та эта дорога, и город не тот. Ступайте за мной, я выведу вас к человеку, которого вы ищете. То есть они идут за Елисеем, не понимая, кто он. И фактически вот тут пророк выступает в такой немножко комедийной, пародийной роли. Как пророк, да, он ведёт за собой людей, но ведёт не туда, куда они хотят, не туда, куда они заказывали. Так он отвёл их в Самарию. Как только пришли они в Самарию, в столицу царя, который, собственно, их, ну, не то что ждёт, но который воюет с ними. Да, вот он привёл их в место, где явно им не очень рады. Как только пришли они в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой им глаза, пусть увидят. Вновь, как он сказал этому самому отруку. И Господь открыл им глаза, они увидели, что они посреди Самарии. Значит, там, соответственно, какая-то царская гвардия есть, а они не готовы к войне. Увидев их, царь израильский спросил Елисей, что же, перебить их, отец мой? Тот ответил, нет, не бей. Разве мечту или лук твой приняли их, чтобы теперь перебить? Пусть подадут им еды и питья, и пусть они поедят и напьются, и отправятся к своему господину. Так царь устроил большое празднество, они наелись и напились, и отправились к своему господину. И больше уже те арамеи не ходили в набеге на землю израильскую. Вот мой прям любимый эпизод о войнах из Ветхого Завета. Смотрите, что происходит. Значит, войско нападает на Елисея с тем, чтобы его захватить, поскольку Елисей помогает своему царю. Что делал Илья в подобных случаях? Когда против него направляли войско, он низводил с неба огонь и сжигал этот отряд. А Елисей их временно ослепляет, такой комедийный эпизод ведет их туда, где их легко берут в плен, но не дает перебить. Говорит, смотри, они тебе достались даром, отпусти их, накормив, напоив, то есть, ну, обойди с ними, как с почетными гостями. И на этом поход заканчивается. Интересно, что хотелось бы сказать, война закончилась, не закончилась, но этих людей царь Самарии, царь Израиля сделал своими друзьями. Они уже не пойдут воевать с ним. И вот Елисей, при всем том, что он имеет силу Ильи, он более мирный. Вот уже начинается какое-то развитие в сторону большей человечности. Уже не столько нужна грозная победа над врагами, сколько примирение с врагами. Хотя это дело непростое. Но после того, арамейский царь Бен-Хаддат собрал все свое войско, выступил в поход и осадил Самарию. В Самарии из-за осады начался великий голод. И дошло до того, что за ослиную голову давали 80 шекелей серебра. А за четверткого голубиного помета, ну, совсем чуть-чуть, 5 шекелей. То есть, Ели даже голубиный помет, причем по большим ценам. И пытался царь-то израильский каким-то образом наладить отношения с арамеями. Но не всегда наши добрые поступки встречают адекватное понимание и награду со стороны тех, кому мы это добро оказываем. Что же делать? И дальше как раз жутковатый эпизод. Царь израильский проходил тогда по городской стене. И одна женщина закричала, завидев его, спаси меня, господин мой царь. Тот отозвался, Господь да спасет себя, а я чем помогу? Ни с гумна взять нечего, ни издавили для винограда. Ну, то есть, ни хлеба, ни вина. Еще царь спросил, что же случилось с тобой? Она отвечала, вот та женщина предложила мне, давай сегодня съедим твоего сына, а завтра моего. Мы сварили моего сына и съели. А на другой день я сказал ей, давай съедим твоего сына. Но она его спрятала. Вот люди начинают есть своих детей настолько жуткий голод. Заслышав слова той женщины, царь разодрал свои одежды. И тогда шел по стене, видел народ, что набернут рубищем под одеждой. Царь сказал, пусть так-то накажет меня Бог и так-то добавит, если до вечера голова Елисей сына Шафата останется у него на плечах. Елисей-то чем виноват? Ну, хорошо, допустим, он злится, что он не дал тогда перебить арамеев, может быть, войска было бы поменьше. Неправда, вот конкретно те арамеи уже войной на Израиль не ходили. Может быть, срывает зло, на ком попало. Может быть, считает, что, смотрите, Елисей – это человек, который вот от Бога нам возвещает весь, что же он здесь нам ничем не помог. Уже пророк воспринимается, как палочка-выручалочка, как такое, чьи ПДЛ спешат на помощь. То есть в любой ситуации сейчас прибежит пророк и все исправит, а если нет, мы его казним. Бывает и так. И что ж, Елисей грозно как-то дает отповедь, говорит, вот дать себя сейчас убьют, вообще все будет плохо. Нет. Елисей тогда сидел в своем доме, и с ним сидели старейшины. Царь послал к нему гонца впереди себя, но еще прежде, чем тот пришел, Елисей сказал старейшинам, вот народ-то его уважает, в кризисной ситуации к нему собирается городская верхушка. Сказал старейшинам, разве не видите, что этот убийца послал за моей головой? Как войдет гонец, заприте дверь, держите крепче, не пускайте его на порог. Позади него уже слышна поступь его господина. То есть гонца пускать не надо, ничего от него не надо, он может вообще там с горяча меня убить. Вот с царем я буду говорить, с тем, кто принимает решение. Он еще не закончил говорить, как прибыл царь, и сказал, вот какое у нас несчастье от Господа, что же еще нам от Господа ждать? Кстати, в тексте гонец и царь довольно похожие слова, их легко было перепутать, то есть, может быть, прибыл гонец на самом деле. Ну, мы не знаем точно. Во всяком случае, Елисей будет разговаривать с царем напрямую или через гонца, но как будет разговаривать об этом 7 глава? Субтитры создавал DimaTorzok